Никогда, пожалуй, туроператоры не ждали наступления календарного лета с таким нетерпением. Новость о том, что с 1 июня, возможно, разрешат размещать туристов на базах, привела операторов в восторг. Если за границу и возить пока нельзя, так хоть внутренними поездками можно спастись. Но сегодняшнее заявление Томенко хоть прямо и не запрещает поездки, автоматически вносит коррективы. Пока устойчивой тенденции не наметится по снижению случаев заболевания, вот когда мы с вами устойчиво ниже 40 человек будем иметь этот показатель устойчиво, то есть в течение хотя бы недели, только после этого действующий режим ограничений мы сможем изменять. В Алтайской ассоциации туроператоров признались, что на 1 июня по-прежнему смотрят с надеждой. Но ситуация меняется буквально ежедневно. Так что терпеливо ждут, напоминая, система размещения туристов на Алтае довольно безопасна в период пандемии. Что касается требований Роспотребнадзора, специфика нашего регионального рынка, регионального туристического рынка такова, что мы достаточно комфортно можем обеспечить пребывание гостей с соблюдением социальной дистанции, перемещать их маленькими группами и для того, чтобы обеспечить все необходимые требования. В надежде на лучшее представители туротрасли на низком старте. Так, в курортах Белокурихи на лето продали больше половины путевок и надеются первыми начать принимать гостей. До недавнего времени оставался ряд требований Роспотребнадзора, которые были трудновыполнимы. Например, заезд туристов в санаторий в один день и ровно на 14 дней, двухразовая уборка, обязательное наличие обсерватора, никаких ковров и так далее. Но, как нам сообщил Олег Акимов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию, буквально вчера требования упростили. Достаточно большой документ, 7 листов, все расписано по пунктам, что справка должна быть там, обязательно со справкой должен приезжать, она не позднее, чем за двое суток должна быть сделана. Расселять по одному человеку в номера обязательно, уборку номеров проводить и дезинфекцию не реже одного раза в день. И многое другое. По его словам, санатории уже готовят к новым требованиям. Когда они откроются, зависит от решения губернатора. А с учетом обстоятельств, перспективы туманны. Тем не менее, руководство продолжает ориентироваться на июнь, как и многие другие работники туротрасли, как и сами туристы. Правда, в этой истории есть и оборотная сторона. Валентин Смирнов, руководитель экспедиционного отдела Краевого отделения Русского географического общества, говорит, пока большинство людей были на изоляции, природа заметно ожила. Многие специалисты отмечают, что уже за такой короткий период, всего месяц отдыха для природы, наблюдается уже какие-то маленькие улучшения. То есть где-то стало чище, где-то стало спокойнее просто, где-то рыба появилась в тех местах, где ее не видели, может быть, лет 10 даже такие случаи фиксируются, где-то звери начали выходить. Когда же турсезон все-таки откроют, и сголодавшиеся по отдыху люди, в том числе те, кто решит самоизолироваться в палатках, могут ринуться на прежние места, а также захватить новое. Больше мусора, вандальных надписей на скалах, шум. Это может стать сильнейшим ударом по природе. И как это проконтролировать, сказать пока очень сложно. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком.